Приветствую вас, вы знаете, вот читаю я ваш текст и понимаю, что слишком вы, как бы это сказать, неопределённы что ли. То есть неопределённости очень много у вас, даже вопрос задаёт неопределённый, как быть, то есть понятно, что мужчина, он неуверенный в себе, а понятно, что он у мужчины есть какие-то комплексы, у мужчины есть какие-то сложности, вот, ну, у самого с собой, да? Вот, это понятно, что так, вот. Вот, но вы его сами выбрали, этого мужчину, собственно говоря. И, как мне представляется, то, что вы его сами выбрали, этого мужчину, да? Вот. Ну, как минимум говорит о том, что он вас чем-то как-то затронул, вот, и так далее. Вот. То есть, здесь на самом деле, конечно, очень важен этот момент. То есть, момент, момент такой, почему вы выбрали именно, именно этого человека себе в, ну, в пару, да? То есть, почему именно, именно он, по какой причине именно он? Ведь наверняка же у этого есть какие-то основания, да? Вот. И вы говорили, что, значит, ну, что вы домоседка и, судя по всему, не уверены в себе так же, так же, так же не уверены в себе. Вы. Ну, вот. И, я думаю, что, с этим, ну, тоже нужно обязательно разбираться. Вот. Вообще надо разобрать с тем, что именно вы хотите, по большому счёту. То есть, ваш вопрос о том, как быть, да, ваш вопрос о том, как быть, он, ну, в первую очередь касается того, как быть, чтобы что. Что вы хотите. Понимаете? Вот. Вот. Мне кажется, что это вот один из самых важных моментов в этой ситуации. чтобы вы определились, чего хотите вы. И уже, исходя из этого, вы двигались. Потому что продолжаться, так как продолжается сейчас, может, ну, на самом деле очень-очень долго. Тем более, что мужчина вас, может, ну, какой-то горделивый, да, мужчина вас гордый. Вот. И, соответственно, с ним будет достаточно сложно построить отношения. Вот. Вот. Но можно, если вы сами определитесь, определитесь, чего вы хотите. Вот. То есть, тонкость вся в том, что вы сами создаёте неопределение, неопределённость, а не мужчина. Вы сами, как бы, не знаете, чего хотите. Вот. Вы сами не знаете до конца, что вам нужно. Вот. Боитесь потерять своего молодого человека, да, судя по всему. Ну, как вот, как вот вы говорите, что боитесь потерять. Вот. Вот. А почему боитесь, если вы фактически вместе, ну, не были вместе? Если вы не встречались ни разу даже. Вот. Вот. То есть, как бы, ну, он заботу проявлял, да, о вас формально, а вместе, вместе, вместе-то вы не были. Так что, я думаю, я думаю, что это очень важно. Это, то есть, эм, очень важно, чтобы вы ответили себе сами на вопрос, чего хочу я. Да. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого можно будет что-то вам рекомендовать. Вот. Вот вы говорите, что я боюсь, сам навязываюсь и так далее. Но ведь, а, если он, э, мужчина, я имею в виду, э, не уверен в себе, так, может быть, и нужно навязываться? Может быть, и нужно быть более активным? То есть, э, вы ждёте какой-то активности от него, а нужно, э, вам самой в свои руки дело брать. Понимаете? Вот. И, соответственно, соответственно, это и будет, э, ответом на ваш вопрос. То есть, цели, чего вы хотите. Вот. И, соответственно, э, как, э, к этому, э, к этому можно достичь? Как этого можно достичь? Вот. Вот. Ну и, в общем и целом, у вас, э, отношения, э, выстраиваются, конечно, через третьих людей, через третьих лиц. То есть, э, ну, вероятно, э, вероятно, э, вы чувствуете, что от вас, э, ждут того, чтобы вы, вы были вместе. И это напрягает мужчину, и напрягает вас. Ну, вот. Понимаете? То есть, вот, примерно, примерно, примерно такая история. Примерно. Примерно такая история. Вот. Вот. И, соответственно, я думаю, что если вы хотите быть вместе с, ну, вот, с этим человеком, да, то, соответственно, нужны какие-то шаги. Для этого. Если вы хотите быть, если вы хотите быть вместе с ним. Вот. И, соответственно, нужно подумать, что вы можете сделать, чтобы быть вместе с ним. Если же для вас неприемлемо, чтобы девочка сама, э, ну, проявляла инициативу, значит, отдаляйтесь от него и ищите себе другого мужчину, более активного. Ну, вот. Понимаете? Какой, какой момент. Ну, вот. То есть, в неопределенности, в неопределенности вы несете 50 процентов ответственности. Вот. И, соответственно, свою, свои 50 процентов ответственности вам нужно, как следует, значит, реализовывать. Вот. Да? То есть, ну, если мужчина не хочет, не хочет делать дело в свои руки, берите сами в свои руки. Э, значит, в ситуации. Вот. Либо он даст задний ход, то есть, ну, полностью от вас отдалится, отдалится за всем. Да? А ему не понравится, как вы будете себя вести, ему не понравится, что вы будете делать и так далее. Вот. Либо он будет вместе с вами. Вот. Я думаю так. Другое дело, что, другое дело, что вы явно в себе не уверены. Вот. Вот. Это уже другой момент. Да? То есть, если вы в себе не уверены, действительно, что со своей неуверенностью, с вашей неуверенностью, нужно уже будет что-то делать. Вот. Именно с неуверенностью вашей. Вот. То есть, нужно разбирать, откуда она эта неуверенность. Вот. И так далее. Вот исходя из этого, исходя из тех аспектов, которые будут выяснены в процесс, например, работы с вами. Да? Да? Исходя из этого, уже можно будет давать вам, значит, какие-то рекомендации. можно будет давать вам рекомендации и корректировать ваше поведение. Вот. Исходя из того, что вы написали. Я думаю так. Можно вам ответить на ваш вопрос. Написали вы их, кстати говоря, много. Вот. Вот вы пишите, что в начале учебного симметра случайно узнала от подруги, что он нравится одному одногруппнику. Он на год младше, очень хорошо общаемся, за последние полгода сблизились. Далее вы пишите, что замечали, что нравились ему были взгляды и ревности, рассказы о том, что другие в компании не знают. Ну так, а по какой же причине вы тогда, собственно, ничего не предпринимали сами для того, чтобы с ним сблизиться, если знали? То есть, ну, здесь-то вы производите впечатление достаточно такой уверенной женщины. А по факту, по факту, получается, что не совсем, ну, не совсем вы уверены в себе. Получается. Блин, понимаете? Ну вот. Вот так, я думаю. Здесь. То есть, то есть, уже здесь есть некоторые такие противоречия, да, уже, уже здесь есть конфликты. Вот. Дальше. Значит. Так. Также подруга подтвердила мои догадки. К слову, из нашей компании почти все знают о его чувствах, потому как подруга узнала от другого нашего товарища. Ну, тоже момент, да. То есть, то есть, все знали, но как-то вот вам было непонятно, или все знали, но предпочитали молчать. Вот. Но это главное просто о том, что не принято говорить о своих чувствах, не принято их выражать, свои чувства. Вот. И, соответственно, соответственно, тонкость в том, да, тонкость в том. Ну, почему вы не говорите о своих чувствах. Вот. Дальше, значит, в течение октября общалась, общались с ним, затрагивали тема общения, сутили. Не очень понятно, что значит, общались, затрагивали тема общения. Я как раз пыталась его ненавязчиво подтолкнуть, чтобы ничего не испортить. Например, моя вопрос где-то была. Отвечала, может быть, у меня свидание было, ты же не зовешь. Ну, вы знаете, как-то довольно странно, странно вы пытаетесь его подтолкнуть. Вот. Если это действительно так. Потому что мужчина, если он в себе не уверен, да, он, ну, скорее всего, секс считает чем-то очень грязным. Вот. И таким образом вы его не подталкивали скорее, да. А наоборот. Вот. То есть, ну, наоборот, отталкивать от себя еще больше. Вот. Понимаете, какой аспект. Поэтому, я думаю, что здесь, конечно, вот здесь, очень важно, чтобы вы понимали, что если вы хотите мужчину стимулировать на сближение, то имеет скорее смысл показывать ему свою доступность. Вот. 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 Именно, именно доступность. Вот. Вот. А, не, не доступность. Как, как это происходит с вами. Вот. Дальше идем. Так. Он обмолвился, что против того, чтобы я куда-то с кем-то ходила. А, проговорился в шутку. Может, тебе, к тебе кто-то свидание позовет на мой ответ. А ты против? Ответил. Конечно. Вот. После этого мы поговорили. О чем? О чем? О чем? О чем? Здесь можно было задать вопрос. О. О. Почему? Ты б ты против? По какой причине? Ты б ты против? Что ты хочешь? Что ты против? Вот. Ну. В конце концов... В конце концов тема здесь именно в том, да, чтобы вы сами, может быть, признались в том, что, ну, что у вас есть симпатия. Вот. Понимаете? А первое, вы не захотели этого делать. Тоже, тоже очень важный момент, почему. Так, сказал, что по такой логике вещей он сам должен меня куда-то приглашать, но он не очень любит куда-либо выбираться и, значит, расставлять приоритеты между мной или друзьями правильно вряд ли сможет. То есть, видите, мужчина, он не готов брать ответственность на себя за вас и за ваши отношения. Ну и ходить час куда-то не получится. То есть, то есть, здесь по факту все упирается в, значит, ну, в его, видимо, средства, да, в его, видимо, возможности, в его, видимо, деньги. Вот. А точнее, даже не в деньги. Точнее, даже не в деньги. Вот. А скорее в его представлении о деньгах. Вот так. То есть, тут вот такой момент. И опять же, здесь вы могли бы донести до него, что необязательно куда-то вас сводить и так далее. Вот. Вы же сказали, что редко, редко куда приходите. Тем самым, опять же, оборвали его. Проявляя заботу, когда болела или мёрзла, спрашивала, добралась ли до дома, всё ли хорошо тогда, когда расставались после учебы. В начале ноября пригласил в кино. Мы сходили, никаких ухаживаний не сдала. Так как знаю, что он тяжело сходится с людьми и вообще старается держать себя в рамках. А если не сдали ухаживаний, зачем встречались тогда? А сами делали, делали ли сами что-то? А после он словно затихнул. Ну то есть, вероятно, вот вы не проявляли инициативу, и он как бы понял, что вас не устраивает. Вот. Мы сходили, общались редко, писать после учебы перестал, почти не разговаривали. А вы сами что делали? Вот вы пишите, решился, навязываться не буду. Мало ли, вдруг случилось бы и проблемы. Ну, мне лично представляется так, что это определённые отговорки. Вот, отговорки. Отговорки от того, чтобы не сближаться с ним и опять же не брать на себя ответственность. Вот. Спустя где-то две недели он понемногу начал снова писать и общаться. Но всё равно на уровне ощущений у меня чувствуется, что что-то изменилось. Нет заботы и общаемся мы как-то не так. Ну, заботы нет, потому что мужчина не видел от вас, вероятно, какой-то, ну, обратной связи, да? Вот. Пару раз азародная спрашивала, всё в порядке, но ответа не получила. А что это значит, что не получила ответа? Он проигнорировал или что? Сейчас понемногу снова начали общаться, как прежде, но чувство, что что-то не так, не покидает. А что именно не так? Значит, вы не откровенны друг к другу. Отношения нельзя строить без доверия, а вы как будто друг другу не доверяете. Вот. Очень боюсь, что он сделал что-то не так, не так сказал и не сделал. Ну, по-вашему, вот опять же, опять же, по-вашему, по-вашему, по-вашему в отношениях человек, ну, должен быть или должен вести себя так, то есть я хочу сказать, что вы считаете, значит, что нельзя быть собой, ведь вы вели себя так, как могли, вы вели себя так, как хотели, вы вели себя так, как могли, разве нет? Вот. И вся тонкость в том, что разве не это является, ну, правильным поведением, там, правильным выбором и так далее. Вот. То есть, вы боитесь, почему вы для себя что потерять боитесь, вот, эээ, именно в контексте, значит, в контексте того, что может сделать что-то не так. Так. Подумайте об этом. Это мне, ну, мне представляется, это так, что, эээ, очень, очень важный момент. Может быть, даже деликатный. Если вы ориентируетесь, эээ, не на себя, в отношениях, это нормально, это позволяет вам быть собой, а если вы ориентируетесь на другого, эээ, если вы ориентируетесь на себя, то это проблема для вас, потому, потому что вы собой фактически быть не можете, с собой. Не понимаете? Какая история. Вот. Дальше. Так. Сейчас понемногу начали обзять скальпризис, но ощущение, что что-то не так не покидает. Сама стараюсь перво не писать, не навязываться. Эээ, ну, вот опять же, по какой причине? Самое главное, что эти три месяца мы ссорились несколько раз. Почему самое главное? Эээ, понятно, что ссоры здесь, это не выраженные эмоции. Не выраженные переживания, те, которые вы оба стесняетесь выразить. Но какое вы значение придаёте ссорам? Всегда по мелочи, обязательно всегда обидно. Ну да-да, это вот, эээ, механизм защиты такой. То есть, ээ, отношений хочется, но идёт запрет. Какой-то. И вместо этого, эээ, вместо этого, эээ, как раз. И, получается, такая история, что вы друг с другом ссоритесь и говорите что-то обидно. Вот. Ну, на мой взгляд. А, по крайней мере, так. Получается. Вот. Ещё раз повторю. Ещё раз повторю. Важно, чтобы вы, эээ, определили для себя значение ссор. С моей стороны не доходили до слёд своего одиночества и всего мрачного настроения, так как он говорил, что когда я обиден, ему неспокойно. А что это значит? Опять, опять же. Что значит неспокойно? Как это понимать? Знаете, да? Вы почему плакали, что чувствовали в тот момент, что хотелось. После этого всегда мирились, он извинялся в первом, мы говорили, что было не так. Но напрягает то, что за этот симметр мы так часто ссорились. Ну, ещё не то будет, если вы не поговорите друг с другом о чувствах, да, и, собственно, как-то вот не проясните всеми за собой, даже с вашей помощью ещё будет не то. Да дальше будет, эээ, ещё больше. Ещё больше ссор. Эээ, сказал он, что устало ссориться, он согласился, сейчас вроде снова как прежде, но такое чувство, что что-то неуловимо изменилось, но он молчит, а я не знаю что сказать. Прямо, прямо спросить, спросить предварительно для себя, решив чего вы хотите и какие чувства у вас к нему. И об этих чувствах ему сказать прямо. Вот и всё. И для себя решите, согласитесь ли вы на то, что он готов вам дать или нет. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи!